День народного единства Филиал детской художественной школы открыли в Люберцах Представители фонда капремонта, депутаты Мособлдумы и общественники оценили результаты капитального ремонта домов в Люберцах Инспекторы Госадомтехнадзора проверили доступность среды в Люберецких дворах Главный хранитель Люберецкого краеведческого музея Наталья Степанова открыла собственную выставку живописи Люберецкая полиция в этом году отмечает двойной праздник по случаю 100-летнего юбилея ведомства И в преддверии профессионального праздника для сотрудников Межмуниципального управления МВД России Люберецкая организовали праздничное мероприятие Лучших представителей профессии отметили наградами А глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий Вручил десятерым сотрудникам МВД сертификаты на предоставление жилья Ежегодно 10 ноября российская полиция отмечает свой главный праздник День сотрудника органов внутренних дел На этот раз дата стала особенной, со дня оставания советской милиции прошел ровно век По традиции большой сплоченный коллектив Межмуниципального управления МВД России Люберецкая Собрался в одно время и в одном месте, чтобы поздравить друг друга с профессиональным праздником Я думаю, что здесь всем собравшимся в зале, здесь присутствует только одна треть нашего коллектива Остальные наши сотрудники стоят на посту, несут службу на линии, как ГИБДД, а также паспортные визы и службы И хочется сказать еще раз вам, здесь собравшимся сотрудникам, большое спасибо вам, вашим женам, вашим родителям и, конечно, нашим ветеранам На праздничном собрании присутствовали не только виновники торжества Поздравить сотрудников и ветеранов правоохранительных органов пришли представители власти, а также руководители предприятий и общественные деятели Слова поздравлений звучали со сцены от глав муниципальных образований, которые находятся на территории обслуживания Люберецкого управления МВД Друзья, я хотел бы вам сказать искренние слова благодарности за вашу службу, за ваше умение держать ситуацию под контролем Потому что мы на самом деле по всей сложности вопросов, связанных с правопорядком, удержанием правопорядка, мы по сути Москва Раздела нет, территория небольшая, но надо ситуацию держать, и это у вас получается Знаками отличия, почетными грамотами, благодарственными письмами В канун профессионального праздника были награждены лучшие сотрудники Люберецкой полиции А настоящим подарком для ряда сотрудников МВД стали сертификаты на служебные квартиры Городской округ Люберцы отметил День народного единства В учреждениях культуры и образования провели множество интересных и познавательных мероприятий Это округлые столы, открытые уроки, выставки Кроме того, два дня подряд в городском округе проходил масштабный фестиваль, посвященный празднику Он открылся в Люберецком ДК Вот так ярко и красочно встречают гостей торжественного собрания, посвященного Дню народного единства А символом этого мероприятия стали воспитанники 16-й гимназии, которые вышли на сцену в различных национальных костюмах Несмотря на то, что 4 ноября отмечается в России как День народного единства относительно недавно История этого праздника уходит в далекое прошлое и связана с периодом смутного времени Как и 9 мая, этот день символизирует победу и сплочение народа против общего врага Но самое главное и основное в сегодняшние дни, мы с вами наблюдаем, конечно же, это мир И мир, он достигается посредством, когда сильна экономика, сильна армия, когда нет национальных вопросов Поэтому я искренне пожелал бы всем нам мира, добра, благополучия На праздничный концерт пригласили жителей городского округа Среди них можно было встретить руководителей местных национально-культурных автономий Напомню, что в Люберцах сформировано 6 национальных диаспор Такое настроение и такой праздник, как сегодня, должен быть не один раз в год, как сегодня А должен быть намного чаще, желательно каждый день Чтобы люди получали радость и море улыбок А тем временем в фойе Дворца культуры организовали выставку, приуроченную к празднику Кроме тематической литературы, здесь можно было наглядно знакомиться с культурой и традициями разных народов Например, на армянской выставке представили не только национальные сувениры Но и блюда, которые предлагали попробовать всем гостям Все мы разные, но при этом все мы люди Мы должны жить в мире, в согласии Для меня вот этот праздник именно символизируется с миром В продолжение темы, отгремев на сцене Дворца культуры, фестиваль, посвященный Дню народного единства, продолжился в Наташинском парке В рамках праздничной программы там выступили русские фольклорные коллективы и артисты национально-культурных автономий городского округа Несмотря на юный возраст праздника, День народного единства очень быстро стал важным и значимым для людей разных национальностей Общая атмосфера, которая царила на фестивале в Наташинском парке была тому подтверждением Конечно, праздник молодой, но суть в том, что он имеет глубокий смысл по той лишь причине, что, казалось бы, такие очень простые слова Когда мы едины, мы непобедимы, но это очень глубокий смысл Россия – многонациональное государство, на ее территории с покон веков жили и развивались народы разных национальностей И даже, несмотря на различия во взглядах, менталитете, да и культуре в целом, всегда находились общие точки соприкосновения Благодаря которым Россия развивалась как сплоченная и сильная страна Желаю, чтобы люди были более сдержанные, гармоничнее, относились к соседям с уважением Уважали то, что есть у каждого народа, своя самобытность, самоидентичность В округе всегда прекрасно организуются торжества И люди, конечно, не взирая, я еще раз говорю, на зной, на непогоду Всегда приходят в места общественных гуляний И всегда это очень приятно и здорово смотрится, и приятно принимать в них участие И пусть погода сегодня не радует, но в этот прекрасный праздник, в День народного единства Здесь в парке собралось очень много людей разных национальностей, которые с удовольствием делят этот праздник друг с другом В этот день со сцены звучали стихи и песни о вечных ценностях, которые каждый ассоциирует с чем-то своим С семьей, друзьями или страной Петь будем обязательно шесть песен и о России, и о любви будем, у нас репертуар обширный Концертная программа, посвященная Дню народного единства, продлилась около трех часов Мария Антонова, Дмитрий Родзянко, Никита Скраган, телеканал ЛРТ В честь Дня народного единства по всей России прошла акция «Большой этнографический диктант» Поучаствовав в нем, любой желающий мог проверить, насколько хорошо он знает культуру родной страны или региона С тестовым заданием попробовали справиться и жители Любереца Акция прошла на базе гимназии номер 44 Желающих проверить свои знания в городском округе Люберце оказалось много Более 70 человек зарегистрировались на участие в международной акции «Большой этнографический диктант» Среди них общественные деятели, педагоги, руководители различных организаций, а также школьники и студенчества округа Председатель местного молодежного парламента Евгений Благолев принимает участие в таких массовых проверках знаний не впервые В нашей стране проживает больше 190 народностей И интересно знать судьбу каждой из них, интересно знать культуру, традиции каждой из них И поэтому хочется все-таки проверить свои знания в этой области Решая тестовые задания, участникам этнографического диктанта приходится вспоминать уроки истории, географии, литературы Одним словом, все гуманитарные предметы Затем работы отправляются на оценивание, оно проходит в несколько этапов Этнографический диктант будет оцениваться экспертами Создана специальная комиссия, которая после проведения будет проверять эти работы Впоследствии эти работы в сканированном варианте будут отправляться региональному координатору Результаты этнографического диктанта будут известны примерно через 10 дней Узнать, какое количество баллов удалось заработать во время акций Можно в гимназии номер 44, в управлении образованием, а также в интернете Для этого каждому участнику присваивается порядковый номер, даже если он проходит тестирование анонимно Еще одно учреждение образования распахнуло свои двери в городском округе Люберце В микрорайоне 7-8 открылся филиал детской художественной школы, рассчитанный на 400 учеников Наша съемочная группа узнавала, как именно юных люберчан будут обучать изобразительному искусству Торжественное открытие нового филиала детской художественной школы началось со слов благодарности За добросовестный труд и значительный вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения Владимир Ужецкий наградил знаком отличия За заслуги перед Люберецким муниципальным районом первого директора школы Наталью Шапошникову А затем глава округа вручил символические ключи новому руководителю учреждения Мы пытаемся, насколько у нас это получается, развивать абсолютно все Все, что касается и городской среды, все, что касается социальных вопросов, в том числе образования Потому что в основе развития любого общества, любого человека это образование Люберецкая художественная школа была основана в 1990 году В 2013 году при поддержке администрации открылось дополнительное помещение на улице Урицкого А новый филиал расположился на проспекте Победы Таким образом в трех корпусах учреждения могут обучаться 800 человек Дети занимаются с 6 лет до 16, с 6 лет до 9 это подготовительное отделение В конце мы выдаем диплом окончания детской художественной школы, диплом официальный С открытием новых помещений в художественной школе запланировано развитие новых направлений Кроме основных предметов по рисунку, живописи, композиции, керамики, скульптуре, истории искусств Дети будут изучать также дизайн и компьютерную графику Я много чего перепробовала, и танцы, и плавание И решила сходить в художественную школу, и понравилось, решила остаться Интересные занятия, преподаватели очень хорошие Преподавательский состав, гордость школы Свои знания подрастающему поколению передают педагоги высшей категории Среди них есть заслуженные художники России Стоит отметить, что у таких учителей достойны ученики В этом году Люберецкая художественная школа заняла седьмое место в рейтинге Московской области Работы учащихся регулярно участвуют в районных, областных, всероссийских и международных выставках Министерство культуры Российской Федерации поощрило Десятерых лучших воспитанников художественной школы поездкой в Санкт-Петербург Луиза Игязарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ В городском округе Люберце завершается ремонт подъездов Уже более 1200 объектов успешно прошли приемку На минувшей неделе сотрудники администрации муниципалитета осмотрели один из домов в поселке Малаховка По плану в городском округе Люберце в этом году должно быть отремонтировано 1298 подъездов Из общего числа в поселке Малаховка ремонту подлежат 114 Здесь темп ремонтных работ был ниже, чем в других поселениях округа И на то были свои причины В силу того, что здесь была управляющая компания, которая достаточно неэффективно работала Достаточно серьезные провалы в финансовой сфере Поэтому мы с этой компанией расстались Сегодня сюда зашло две управляющие компании Они активно включились в работу Достаточно активно делают сегодня ремонты Ремонт подъездов 46-го дома длился около двух недель Темпом и результатом работ жители остались довольны На сегодняшний момент у нас отремонтированы все подъезды Сделана электрика Все приведено, как скажем, в порядок И мы на данный момент довольны, что нам сделали Потому что мы 36 лет жили 36 лет у нас ни разу не было косметического ремонта Уж не говоря о капитальном Ремонт подъезда в городском округе Люберце планируется завершить к 15-20 ноября Однако в Малаховке эти даты сдвинутся примерно до 15 декабря Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ В Люберцах прошла приемка работ по капитальному ремонту домов В ней приняли участие представители фонда капремонта Сотрудники управляющих компаний и общественники Напомним, в этом году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов В городском округе Люберце было включено 182 дома У нас есть такая карта колористическая Мы выходим к жителям на собрание Выходим к жителям, предлагаем им, показываем им эту карту Делаем 2-3 варианта Красивый обновленный фасад Выдержаны в едином стиле с архитектурным обликом города Такой реконструкции у дома на колораж еще не было Высотка 70-х годов постройки преобразилась за месяц В капитальный ремонт здесь включили еще и балконные плиты Очистка плиты идет, затем идет штукатурка плиты И затем уже комплекс по окраске ее цвет Соответственно, входные группы также входили в работу Ремонт осуществлялся входного козырька и окраска самой входной группы Все работы предварительно согласовывались с жителями Выполнением капитального ремонта люберчане остались полностью довольны Ведь теперь фасад не только красивый, но и утепленный Оделан специальным материалом Стало очень тепло И хочу отдельно сказать большое спасибо за оперативность За слаженность, за внимание и за понимание Большое спасибо, потому что работы велись очень тихо В комиссию по приемке домов вошли представители фонда капремонта Струйнадзора, ассоциации МКД, подрядная организация, администрация, а также депутаты Мособлдумы и, конечно, люберчане Ведь доволен должен быть в итоге сам конечный потребитель Проверяющие сделали фактические замеры, проинспектировав выполненные работы, оценили их высоко В городском округе Люберц выполнено 50% региональной программы по 2017 году Все работы должны быть завершены до 31-го, 12-го, 17-го года ЛГЖТ, подрядчик нам гарантирует, что работы даже будут выполнены ранее положенного срока Поэтому работы идут быстро, качественно, слаженно Из 182 домов, которые должны были капитально отремонтировать в городском округе в этом году Подрядная организация ЛГЖТ сделает 40 объектов Приведут в порядок не только фасады, но и инженерные сети, лифты и многое другое К примеру, на поселке Калинино в доме 46 положили почти 2000 квадратных метров мягкой кровли Отремонтировали все прилегающие крыши помещения Установлен новый колпак, для того, чтобы туда не попадал мусор и так далее Также обшиты металлом и установлены новые коробки, двери выхода на кровлю Немножечко задержали сроки из-за погодных условий Но самое важное, что не было протечек и ни одна квартира не пострадала Но мне кажется, еще одно важное замечание Это наши жители, которые действительно рассказывают и показывают все выполненные работы И претензий у них нету По окончании инспекции члены комиссии подписали акты приемки работ А в скором времени проверка выполнения капитального ремонта коснется и других городов Московской области Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ Осыпающийся потолок, трещины в стенах, общая душевая и туалет Красковчане буквально каждый день подвергают себе опасности, проживая в старом доме 1948 года постройки Люди бьют тревогу, но сотрудники местной управляющей компании наконец-то вышли на контакт На минувшую неделю они провели встречу с жильцами Когда здание снесут или хотя бы приведут в порядок, выясняла Анна Троян Этот потолок скоро рухнет, вот как раз посередине трещина идет И уже видно, как он начал в середине свисать Там все гнило наверху, на крыше Этот дом вполне бы мог стать местом съемок фильмов ужасов Однако кошмары пока видят только его жители В дождь и снег, здесь текут потолки, прогнившие стены уже не выдерживают Видите, они все шатаются Вот, видите, все промахивается В совместном санузле недавно обвалился потолок Эту дыру заделали сами жильцы Впрочем, как и все другие поломки здесь, принято исправлять собственными силами А если не секрет, сколько вы примерно платите в месяц за капитальный ремонт? 144 рубля каждый В течение, да, уже какого времени? 20 лет, наверное, больше Дом 1948 года постройки еще ни разу не видел капитального ремонта Даже убирать придомовую территорию красковчанам приходится самостоятельно Несмотря на то, что счета за коммуналку все 12 квартир платят исправно И, как оказалось, признать дом аварийным тоже пока не получается Письмо писала в администрацию, просила собрать неведомственную комиссию На что мне отвечают? Возьмите, как говорится, сделайте заключение Я так поняла, за свой счет И принесите им эту бумажку Заключение техническое дома Это 150 тысяч стоит И почему же жильцы должны это делать? Лицо дома входная группа Держится лишь на честном слове Горе управляющей компании Ее представители не раз обещали жильцам исправить положение Однако за все эти годы от коммунальщиков Они добились лишь восстановления горячего водоснабжения Он шваку насыпной, этот дом Сейчас его тронешь, он посыпется После долгого молчания представители управляющей компании Наконец пришли встретиться с жильцами ТТТ И оценить масштабы бедствия На вопрос, почему никто не занимается этим адресом И не проводится капитальный ремонт, говорят На какой дом на год назначен этот дом Непосредственно 17-8В я не знаю Потому что утверждаются короткосрочные планы Трехлетние Насколько я знаю, в ближайшие три года он не попал В программу капитального ремонта В рамках текущего ремонта Вот, например, сегодня был комиссионный выход на этот дом Посмотрели, в течение недели будут составлены дефектные ведомости Ориентировочно через две недели начнутся работы В первую очередь, говорят коммунальщики, сделают фасад и разрушенную входную группу После приступят к косметическому ремонту внутри здания Но так ли это на самом деле, пока неизвестно Очевидно лишь одно Строению необходим как минимум ремонт капитальный Необходимость проведения капитального ремонта Здесь необходимо оценивать дополнительно Не сегодня и не в рамках этого осмотра и обследования Будем рассматривать вопрос По крайней мере, мы как территориальный отдел Будем ходатайся перед администрацией округа О включении этого дома в план капитального ремонта В ближайшем будущем За дальнейшей судьбой Красковского дома будут следить Анна Троян Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ Люберчане стали жаловаться на визиты неизвестных Которые предлагают им установить в квартирах дымовые пожарные извещатели Правда, платно При том, что такое оборудование многодетные семьи, пенсионеры и другие льготные категории граждан Могут получить на безвозмездной основе Сотрудники администрации призывают быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников Пожарные извещатели – устройство, которое призвано информировать человека о задымлении помещения В домах льготных категорий граждан, многодетных семей и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию А также одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов Их устанавливают абсолютно бесплатно Если у вас просят за оборудование деньги, это точно мошенники Поэтому хотелось обратиться еще раз к жителям И сказать, что эта работа проводится абсолютно бесплатно Абсолютно в целях сохранения жизни и здоровья жителей Люберецкого городского округа Запомните эту фразу Работа ведется бесплатно Устанавливаются пожарные извещатели На это выделены деньги правительству Московской области В количестве 4 миллионов 200 тысяч рублей На эту сумму запланировано установить более 11,5 тысяч извещателей На сегодняшний день по программе «Безопасность Подмосковья» в городском округе Люберцы Установлено более 30% устройств от плана Для увеличения темпов реализации проекта теперь в домах льготников Домовые датчики будут устанавливать в удобное для них время Администрация муниципалитета просит жителей быть бдительными Не соглашайтесь оплачивать то, что вам положено получить безвозмездно О фактах попытки обмана сообщайте в полицию Анна Троян, Александр Богданов, Кирилл Евгеньев и Никита Скраган Телеканал ЛРТ Госадомтехнадзор в рамках реализации губернаторской программы «Доступная среда» обследовал Люберецкие дворы Инспекторы ведомства проверяли наличие парковочных мест для людей с ограниченными возможностями А также ширину тротуаров и то, насколько правильно занижены съезды с них Рейды проводились в соответствии с адресным списком мест проживания инвалидов Во дворе на улице строителей спуски с тротуаров оборудованы у каждого подъезда Ширина пешеходной зоны тоже соответствует нормативам Кроме того, парковочные места для людей с ограниченными возможностями здоровья отмечены специальным знаком Юрий Гастеев, житель дома, таким благоустройством доволен Сам он инвалид третьей группы и автомобилем пользуется постоянно Я без машин как без рук Машина-то моя спасительница Куда-то поехать в магазин, в поликлинику Ну здесь же ничего не было Все, пыль одна А сейчас хорошо, чужие Он даже стоянку асфальтированную сделали Однако таким благоустройством могут похвастаться далеко не все дома Люберец Вот, например, в одном из дворов на улице Инициативной стоят несколько машин с инвалидной коляской на заднем стекле Но особых знаков на парковке нет Именно на такие недочеты старались обратить внимание инспекторы Госадомтехнадзора Будет сделано, конечно, замечание Я думаю, что в кратчайшие сроки все будет устранено Однако есть статья 6.24 Кодекса Московской области об административных правонарушениях За несколько дней рейда инспекторы технического надзора осмотрели порядка 15 дворов в городе Люберце Подобные проверки будут продолжены и дальше Наталья Григорьева, Сергей Гвоздев, Телеканал ЛРТ Более 125 тысяч жителей городского округа Люберцы сделали прививки от гриппа с начала сентября С наступлением осени иммунитет слабеет и ему необходима помощь в защите от болезней Люберецкие медики напоминают Основной метод борьбы с вирусами, особенно с вирусом гриппа, это вакцинация Успеть сделать прививку можно до 15 ноября Единственная надежная и простая защита от заболевания гриппом – вакцинация Делается она ежегодно в период сезона повышенной заболеваемости Для этого желающим необходимо иметь при себе медицинский полис и обратиться с ним в регистратуру по месту жительства или записаться на прием к врачу Если человек прививается каждый год, то практически все эти привитые гриппом не болеют Кто прививается не каждый год, но все-таки привился перед началом данного эпидсезона Как правило, если заболевает, то переболевает в легкой форме Так что прививаться надо, это моя настоятельная рекомендация На всяком случае могу сказать, что в этом году пока эпидситуация спокойная по гриппу, вообще по России И эпидемии пока нет А прививаться как раз надо, не дожидаясь начала эпидемии Первые симптомы гриппа – слабость, сильная головная и мышечная боль температура В таких случаях главное не заниматься самолечением, а необходимо обратиться за консультацией к врачу Они советуют в период заболевания лучше отложить вакцинацию до полного выздоровления А также необходимо провериться на наличие противопоказаний В случае здорового состояния прививку делать можно Да, делаю с удовольствием каждый год и очень хорошо помогает, я не болею практически Есть две категории людей, которые за вакцинацию населения и против Против, как правило, тех, кто сделал эту процедуру единожды, не добившись желаемого результата Но не забывайте о том, что каждый организм индивидуален Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ Безопасность пешехода во многом зависит от самого пешехода Главное, что он может сделать, это быть заметным на дороге в темное время суток А также знать правила дорожного движения Для предупреждения аварий с участием детей представители Люберецкого ГИБДД провели акцию «Засветись, стань заметней на дороге» О том, как это прошло в школе номер 7, наш следующий сюжет Так весело у школьников младших классов началось путешествие в страну правил дорожного движения Где в игровой форме им объяснили, как необходимо вести себя на дороге и что нужно, чтобы быть заметным Подобные акции направлены на профилактику детского травматизма и проводятся с начала осенне-зимнего периода Мы такие акции проводим уже давно и вопросов, что такое светоотражающие элементы Мы получаем утвердительные ответы, уже все прекрасно знают, что это такое Главное нам теперь добиться того, чтобы эти светоотражающие элементы находились уже на одежде или на рюкзаке От того, насколько хорошо мы заметны на дороге, зависит наша жизнь На акции «Засветись» дети получили не только полезную информацию и подарочные брелки, но и сами для себя изготовили светоотражающие браслеты Я выстригала по трафарету и сама придумала, что можно выстричь И теперь меня будут видеть не только машины, но и остальные люди из-за браслета Светоотражающие элементы – это необходимый аксессуар как для детей, так и для взрослых Самое элементарное, что нужно сделать родителям – это проверить знания правил дорожного движения у своего ребенка И наличие фликеров на его одежде И, конечно, самим быть внимательнее на дороге Сделать город чище С такой целью волонтеры движения «Раздельный сбор» проводят акции в Люберцах Они призывают людей более осмысленно подходить к выбору вещей и дальнейшей их утилизации Очередная акция прошла в Наташинском парке Специальных контейнеров пока нет Поэтому в первую субботу месяца с 12 до 3 в Центральном и Наташинском парках Волонтеры движения «Раздельный сбор» ждут граждан, чтобы вместе с ними рассортировать мусор и объяснить, почему это необходимо Это категории пластик, металл, стекло, бумага То есть все эти фракции мусора, которые могли бы отправиться на мусорный полигон Но теперь отправятся на переработку и станут новыми полезными вещами, не попадут на свалку Движение «Раздельный сбор» существует уже несколько лет За это время к волонтерам примкнули уже многие неравнодушные люди Я вижу количество мусора, сколько мы употребляем Я собираю это в конце месяца, вижу вот эту кучу и понимаю, что тут вопрос даже не то что переработки, а потребления Мы слишком много покупаем не очень хорошей еды Из-за неосведомленности многие жители Люберец не смогли поучаствовать в акции по раздельному сбору мусора Но с радостью наблюдали за происходящим и в следующий раз обязательно обещали примкнуть к волонтерам Я считаю, что это нужно ввести в практику здесь К сожалению, очень многие люди с удовольствием разделяли и дома его Но у нас нет никаких отдельных контейнеров, куда можно было бы сложить, например, пластиковые банки или пластиковые бутылки Уменьшая количество отходов, покупая продукты в упаковке, которые безопасны для окружающей среды Мы делаем мир лучше для самих себя Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ Сто лет на минувшей неделе исполнилось Люберчанке Александре Иосифовне Лукашиной, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Для того, чтобы поздравить юбиляршу, приехал глава городского округа Владимир Ружицкий Я, может, вас обниму, дорогая, самое доброе пожелание вам Быть долгожителем – такой подарок далеко не всем удается получить Пройти военные годы, работать с ним, покладая рук, воспитать троих детей – все это могут только сильные и крепкие духом люди Какой и является Александра Иосифовна О ее секретах долголетия знают лишь самые близкие люди Никогда в себе не копит зла Вот это ее долголетие, что неумение накапливать в себе зло от доброты больше Она отдает доброту всем И не зря существует выражение, что человек вознаграждается долголетием за хорошо прожитую жизнь И Александра Иосифовна тому пример В окружении большой семьи и гостей именинница получала поздравления и цветы, которые так любят женщины в любом возрасте Мария Антонова, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ Мы все одна семья Под таким девизом Малаховский шахматный клуб отметил День народного единства Такой праздник интеллектуалы провели впервые В КДЦ «Союз» собрались как любители, так и профессионалы шахматного спорта День народного единства Малаховки стал поводом не только отпраздновать события, но и заняться умственным трудом В большом шахматном турнире сразились 66 участников разного уровня, возраста и подготовки Праздник народного единства очень созвучен с девизом Международной шахматной федерации Мы все одна семья и нам приятно видеть вас в этом прекрасном зале Юная интеллектуалка Аня, несмотря на свои годы, уже имеет второй взрослый разряд по шахматам Вероятно, таким результатом могла послужить и хорошая генетика Мама девочки преподает эту дисциплину в школе В пять лет она просто их расставляла как матрешки, как каравай В шесть лет тоже почему-то не получилось Получилось, что я сапож без сапог И только в восемь лет шахматы стали ее любовью Надо пробовать еще раз, еще раз, еще раз Потому что, безусловно, шахматы имеют свой эффект Они влияют на развитие ребенка А еще шахматы развивают эрудицию и заставляют человека думать нестандартно Но, к сожалению, шахматные клубы сегодня есть далеко не везде Поэтому на праздничный турнир съехались интеллектуалы не только из Люберецкого округа, но и других ближайших городов Первый раз мы в Малаховке организовали такой большой праздничный турнир Нам в этом помогло руководство культурно-досугового центра «Союз» У нас нет спонсоров, к сожалению, так получается, что все, что вы здесь видите, это делается на основе добровольного участия, добровольных пожертвований, добровольных взносов небольших, символических Однако все мы прекрасно знаем, что мир не без добрых людей В этот день Малаховский шахматный клуб не оставили без подарков Люберецкая азербайджанская национальная культурная автономия вручила руководителям комплекты для классической игры Желаем удачи, чтобы всегда были в хорошем настроении Благодарим руководство нашего Союза, чтобы всегда поддерживать хорошо относиться к шахматистам По результатам состязаний победители и обладатели призовых мест получили почетные награды, грамоты и кубки В скором времени в культурно-досуговом центре «Союз» также состоится большой турнир по нардам Анна Троян, Дмитрий Ротянко, телеканал ЛРТ И в завершении выпуска в Краеведческом музее открылась выставка живописи «Первые шаги» Автор картин – главный хранитель и экскурсовод музея Наталья Степанова На экспозиции представлено более ста работ, выдержанных в разных стилях Среди которых каждый сможет найти что-то особенное О первых шагах начинающей художницы наш следующий сюжет Жизнь нерадостная, открытая, увлеченная своей работой – все это характеризует Наталью Степанову Так сильно мечтавшая с 12 лет стать художником, она воплотила свою мечту в 58 И вот в честь юбилея подводя некий итог она собрала зал друзей, чтобы разделить с ними свой дебют Хотелось реализовать себе как-то И вот за два года вот это все Я даже не думала, что будет какая-то выставка Я предположить не могла, когда я пришла работать в музей И помогала тут художникам, что когда-то на этих стенах будет висеть что-то мое Не надо ждать завтра, надо сделать сегодня и сейчас Надо жить сегодня и сейчас Не вчера, не завтра, сегодня Картина художницы выражает то, что накоплено ею за жизнь Все, что когда-то так или иначе было с ней связано И не нашлось ни одного человека, который не увидел бы среди них свою особенную картину Здесь собраны работы, очень много работ Сделанные за последние, я понял, два года Вот, но это серьезное такое действие в творчестве, творческого человека Мне понравились это вот «У реки» картина Вот «Последний снег» и «Фламенга» на «Узерморт» Вот, я считаю, это лучшая работа Одни из лучших Художественная выставка «Первые шаги» открыта с 10 утра до 6 вечера во все дни, кроме понедельника Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро Ну а я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях Не забудьте подписаться Ну а пока что я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь Всего вам доброго Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»